всем привет друзья мы с вами продолжаем проходить кристалл сны как помните в прошлый раз мы с вами пусти меня поток нашли все цветочки надо бы их отнести но сначала я так подумал а фиг ли нам учиться давайте просто отдохнем в таверне это будет наверное дешевле всего вас устал и вид хотите отдохнуть всего 50 горошин и каждому достанется койка где можно сладко поспать ладно давайте отдохнем ладно давайте отдохнем кстати если обратите внимание на робот делает очень характерный жест который по моему означает вовсе не отдыха нечто другое но я не буду нарушать законы и говорить о том что это просыпайтесь в районе затопления отличная погода азм и ока полностью установлены суперски хорошо мы с вами тогда ну вновь отправляемся получается в этом а в горы поскольку там нас вроде как ждал квест который надо сдать ну а кроме этого так они где-то нет черт это не то кажется да хорошо вот здесь мы обойдем здесь не обойдем не кроме этого вообще как бы в этот данж нас отправляли выяснить что происходит с людьми поэтому давайте разбираться и так друг 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 я надеюсь ты не ушел а он не ушел вот это да вы умудрились собрать целый букет ну надо же ладно теперь дело за мной вам не кажется что приносить цветы покойным немного неуместно что ты имеешь ввиду зачем приносить им то что так быстро увядает по моему это не знаю слишком мрачно но ведь цветы символизируют красоту разве нет жизнь прекрасно потому что так недолговечно не трать время если ты этого не понимаешь что и не поймешь ладно давайте посмотрим что у нас вышло предмет букет цветов добавлен сумку ухты как красиво у тебя золотые руки благодарю обязательно отнесите его к памятнику ага но поскольку есть опция сохранится ей всегда воспользую ну а мы двигаем дальше кстати у нас у всех уровень 5 поэтому получается 555 тип 3 пятерочки лучше может быть только три семерочки взять все тут собирают эти кристаллы очень увлеченно о сок исцеления наконец-то как я тебе искал вот здесь уже начнутся рандомный encounter наверное какой жуткий цвет река окрашивается в такой цвет из-за добычи красных кристаллов небольшое количество красных кристаллов содержится их почве их частицы поглощают растения растения затем едят животные в результате в жире и костях животных накапливается много кристаллов раньше люди просеивали речное дно в поисках кристальной пыли а кто-то ради них охотился на старых и больных животных какой ужас как бы жестоко это не звучало убийство старых и слабых особей идет на пользу всему стаду но теперь методы добычи полностью изменились видимо им понадобилось больше животных чтобы добывать нужные объемы нам нужно идти дальше как-то нас очень очень прям зажали в узкую рамочку и и совсем ведут прямо прямо о ого что это было из воды рука такая хоп и волка цап с 2 здравствуйте рандомные encounter и хорошо вот эти вот штуки по-моему должны к воде быть везюмания или они лечатся от воды лечатся значит к яду давайте вот этих прикольно у них эти капитанские кепочки прям стебно а если тебя да давайте вот этого в прошлое тогда первым делом отправим но он не помолодел ну ладно а а почему тут не помолодел странная история но ну ладно не помолодел и не помолодел чему к нему до капот сводим до 2 маленький таки на не прикольно реально ай и часто ходят если честно мне не очень нравится частота их хождений ну-ка ну слушайте даже даже еще не устал может стоило тогда левому яд сразу накинуть а приуныл вот он и приуныл вот реально эти чуваки как если в губ в губке боб нужны были такие чуваки типа вы готовы дети они такие да да капитан вот прямо то те кто кричат да капитан хорошо получай водяной слизень а у нас синхро тем временем накопилось но я не думаю что здесь его тратить уместно потому что это что-то но не те враги на которых стоит такое тратить плюс мы их довольно мастерски блокируем пока что но вот вильхельма прилетела но вильхельм на самом деле настолько уныло бьет что можно было бы им чисто лечить но по крайней мере а вот тварь так а вот крис был бьет очень хорошо поэтому мне не хочется ее ход тратить на что-то левое вильхельм навык поддержка восстановления бросить юкандру давайте посадим юкандру прикольно она исцелит нас всех но через некоторое время вот эта тема но как бы масс хилы это всегда здорово экс отразили но я надеюсь что мы не убьем его слишком рано и наша целебная юкандра как-то сработает что-то она не очень хочет работать пока что но он прям вот этот вот враг он такой здорово морячок если играли в варкрафт 2 с русской озвучкой там прям они оторвались по полной местами она была очень клевая юкандра а подлечить счета мне не нравится такой расклад ладно но зато мы можем проверить можем ли мы наши навыки в можно использовать все мы можем вне боя лечиться это сделано не очень удобно но хотя бы есть такая опция но теперь я спокоен зелье ману нас помню как минимум несколько то есть случае с чего мы ну не помрем от голода скажем так а вот опять от рука как нам сюда спуститься непонятно и о а это что за тварь а это прям старая помогу но по-моему они старенькие были как раз да по попроще но на тебя или лучше синхро потратить час и типа мы тогда накопим следующий уже да кристофер водная не а водой не 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 а плохая идея не давайте не будем то есть моего как бы с одной стороны атакуем а с другой стороны получается моего подлечь им тут же как бы фиговая комбо выходит ну что юноша а давай ты тогда навык наступление ядовито бросите в кандру ты годин о ну да вроде как по вот этим водяным тварям но в любом случае он бы ударил примерно настолько же а если я хотя бы дважды тикнет то получается он этот ход отбил очень даже неплохо так что юкандра это наш выбор если чё ну что капитан я капитан 7 и 3010 те же до что яд нанес на я тоже дважды тикнул поэтому на будущее будем знать что против вот такого гада юкандру кидать точно стоит приунывший держи приунывают они на каких-то типа 10 процентов кп то есть совсем уже когда вот-вот помрут кристофер изучена громовые сферы а вот громовые сферы это вроде что-то интересненькое так там опять смотрите-ка лапа делает сап о сок исцеления хорошо но я думаю сначала мы будем тратить ману тем более у крис был в бою особо нечего юзать из скиллов не успели ага у ее мне хочется почему-то громовые сферы испытать хорошо здесь навык водяной пузырь старый мукой взрослый муком давайте во взрослого муку мы кинем водяной пузырь а сюда а вот старого кристалл будущего интересного кажется моего чуть-чуть ослабили а вот сюда давайте-ка кинем ядовитую юкандр очку держи о на 12 вообще шикарно он всех атакует тварь но хорошо давайте проверим громовые сферы как они сработают на нем у 5400 вот это вот прям мне нравится но я так понимаю что это в основном все-таки против роботов навык картофеля чистка тебя во мне мне нравится звук обратите внимание звук когда он получает урон от прям как такая сочная пощечина прям настолько счет сочная что ну хочется самому уметь такие пощечины давать на ой ай ай не заблокировал но и сейчас тоже пощечинку ну прикольно же ну и довольно таки бодро набираем уровни кстати деньги тоже мне кажется следующий наш визит в город если посмотреть у нас 5000 горошин мы сможем но чем себе позволить например а пока что давайте ка еще разок всех хорошенечко пролечим просто обычно в играх когда ты выбираешь навык ты но в джи рпг да ты можешь его тыкать 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 по всем а здесь приходится каждый раз указывать что мы хотим так давайте вверх сходим за опциональным сундуком ну плюс я так вангую что здесь тоже будет босс и подкачаться нам не помешает ага так на эти волки я помню воды боялись почему-то у них может у них бешенство но типа волк он бешеный и поэтому у него это акт не аквафобия гидрофобия во ну как минимум я запомнил что волки боятся воды и девчон я хотел призвать кристалл прошлого вот совсем милая лисичка и милая лисичка получает по щам хотя бьет бьют они крепко все но обычно опять же в gfg но конечно зависит от игры но как-то привычно что поначалу тех китпоинтов совсем мало то есть здесь их многовато на мой взгляд но и урон соответственно врагов тоже большой кажется привычно что их поначалу там типа тридцать шесть хитпоинт у тебя по три семерочки должны посыпаться деньги но они немножко посыпались так хорошо но все-таки было бы здорово если не так часто эти random encounter были или хотя бы чтобы крана загрузки не были такими длинными местами ожерелье с розой софия сказала что нужно и старту и 100 корректы на вершине горы я не ту кнопку нажал а снаряжение что ж на шею о повышает маг атаку и маг защиту а здесь с картинкой внутри колона повышает защиту а кому защита бы не помешало друзья мои защита о странно да что у парня со щитом у него уже прокачана защита и все равно у него она самая низкая и соответственно вот это тогда тебе друг ожерелье с розой ну да что-то у нас крис был получается одета хуже всех хотя вроде как главный персонаж но у нее пока атакующей магии нет я думаю когда у нее появится чего-нибудь чем она сможет кидаться на правый а и налево это было неожиданно так ты друг о слушайте громовые сферы на воду а логично же ну так но так не самый лучший вариант был но чего здесь нам мелкого надо добивать во так а ты друг давай-ка навык наступление ядовито бросить и кандру вопрос все заморочки с перемещениями you can you can do во времени они очень очень гаморройные только не взрывайся хотя с другой стороны взорвался и все забыли ну что громовые сферы может быть на макро атаку надо было ему отдать вещь о-о-о а вот это было сейчас серьезной заявкой на победу блин друг давай тоже ты же великий маг времени что у тебя за обилки какие-то никуда не туда не сюда спарировали опять нам придется после этого боя лечиться как-то это становится слишком часто прикольно еще знаете что поле битвы у нас и перемещается в нужную сторону когда с одной стороны никого не осталось зато уровне растут как на дрожжах тоже неплохо я просто начинаю сомневаться что мы с вами если будем все опциональные штуки делать хватит ли у нас времени в этом эпизоде пройти эту местность но знаете надо подкачаться же надо но это же не гранит от получается вопрос с вами идем и собираем всякие опциональные сундучки папочки стоять машина по переработке пыли красных кристаллов все эти звери это ты сделала но зачем мне приказано перерабатывать животную ткань для получения красных кристаллов из-за вашего присутствия эффективность моей работы опустилась ниже допустимого предела вы должны уйти немедленно сколько же животных ей нужно убить если вы продолжите снижать эффективность моей работы то будете сочтены угрозой безопасности и что тогда эффективность ниже допустимого предела переход скрытный режим он чё нас теперь по крысе будет пытаться добить она пропала доверника она все еще где-то здесь но наверняка так налево там кажется им кажется было что-то опциональное ой молодец и оба а блин жалко нельзя поменять порядок наш но то есть сейчас бы допустим посадить юкандру и было бы вообще ништяк потом отправить их будущее и вот все какие они серьезно настроены да но хорошо попробуем тогда оперативно вот этого добить не очень это получается так они этот навык наступление ядовитое бросаем вот в этого года на тебя я все еще не могу вспомнить как звали того персонажа в league of legends который разбрасывался вот этими мелкими штучками при том что я какое-то время им даже играл активно и естественно мы как бы одного отравили до чтобы на нем я тоже тикал объем мы совершенно другого чтобы яд мог максимально как бы быть эффективен то есть получается конечно мы не фокусируем сто процентов свои силы на одном враге но с другой стороны и как бы это но я отработает гораздо лучше чем мог бы давай на тебя живучий но все расплылся распрылся уважаемый похож на ведущего русского лото когда у него не упадает нужный шарик крис был 8 новый навык может и газ 2 мне он не на вот ну ладно так план пока не будем лечиться я надеюсь что босс battle у нас еще нет ну то есть я практически верен что мы с этой машиной с вами в итоге посражаемся черт и мы пошли ладно я сохраню если есть опция сохраниться почему бы не воспользоваться ей так тех плохо хорошо давайте громовые сферы например вот на этого посмотрим насколько они ему зайдут и они заходят вообще ну хорошо текст но мочали то надо вот этого конечно а ты друг давай-ка поддержка наступление ядовито бросим юкандра тоже вот в этого молодняка сейчас нам конечно прилетит с вами с другой стороны угадал вот это я прям таки угадал ой о это хотя бы отразили так хорошо а если допустим водяной пузырь на тебя нет нет хорошо а кого мы мочали я забыл а вот этого кажется да этот готов я надеюсь что вот тот второй хотя слушайте я настолько хороший урон наносит что мне кажется надо бросать юкандру ну оп 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 но этого правда мы не победили таким образом но хорошенько ранили на 2 готов касатель до синхромы все еще бережем новые навыки дайте о бильгелем изучена дождь но я надеюсь что это будет что-то интересное и кажется мы с вами таки опционально эту штуку как раз не посмотрели а пошли по основной дороженьке раз мы идем по основной дороженьке не помешало бы подлечиться тогда окно пока что мана есть давайте посмотрим вообще что это за дождь из юкандр сканирование брось юкандру шпионов цель чтобы узнать и основные параметры это типа вот тот самый дождь из юкандр а у как я во время подлечился прям вот за шаг протокол скрытности не принес результата не надлежит предупредить вас прежде перед тем как применить силу силу погоди это ты убила пропавших рабочих 10 девять восемь семь шесть пять не цени время я тебя на запчасти разберу окей а чё за фигня происходит так а мы можем а мы можем клешни атаковать ладно навык громовые сферы или водой сначала проверить вот это вот эй а давайте тогда вот сюда навык водяной пузырь чтобы если чего его в будущее запихнуть треугольник подробнее х ну ладно давайте да а он чуть не заржавел ай и чего я не понял что произошло но чё попробуем будущее эту штуку отправить есть смысл кажется не очень так а я успел да но все-таки вильхель мобы ай если он выживет давайте так хорошо навык громовые сферы понеслась против роботов нам же сказали о о хорошо а мы можем эту хватку предотвратить нет почему отхватки нас никто не спасет и вильхельм опять у нас будет в стане до бармо чтобы подлечить тогда исцеление давайте его подлечим чтобы но как бы безопасности хоть немного быть просто нет хочется вильхельмом заюзать эту стоп а эта штука разве не шокирована была вот вильхельмом я хотел заюзать так а если вот эту штуку то есть если и хобби шокировать что будет ага сейчас видимо и посмотрим опять хватка но на этот раз хотя бы на кристофера потому что вильхельмом мы сможем ауешную нашу хилку запустить но посадить юкандру и ждать пока она взорвется я так полагаю оба парировали но урон все равно нанесен а еще раз до парировали хорошо конечно это все но знаете ли надо и урон наносить а ну хотя бы ковыряем ладно навык поддержка восстановление через некоторое время ну давайте через некоторое время так через некоторое время пусть растет когда сработает будет круто ой паралич на тиск а да заблокировать эту штуку я никак не могу хорошо что кристоферу дали на защиту хоть что-то натиск так девчуля 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 надо ли нам лечиться я думаю нет я думаю мы пока что положимся на юкандру и будем надеяться что о нет а я хочу в другую сторону синхро дождь из юкандр ядовито а у него синхро какое ты ничего восстановление и что это дает о нормально оба и все целы а хорошая синхро а потому что мы лапу которая с другой стороны видимо уже победили вот она чё михалыч а только она ремонтируется что это из нее вывалилась смотрите должно быть это ее ядро она чинит ее руку возможно если уничтожим о то остановим машину ага да давайте попробуем как минимум мы остановили ремонт не мы не остановили ремонт а мы все еще очень четко успеваем блочить так ну хорошо да да ну пацан вся надежда на тебя ты у нас а мастер грома давай нет не сломили пока что ядро о смотрите вон наши юкандра целебная которая нас всех вылечит потом то есть нам получается чтобы победить эту штуку надо типа сломать одну из рук так ну например вот так ну не например вот так а у тебя что есть поддержка сканирование через некоторое время мне не нравится хорошо а давайте попробуем яд хотя я сомневаюсь что на робота хоть как-нибудь яд сработает ну да но зато мы проверили это была нелепая теория но но она зато проверено о так тоже натиск сейчас получается юкандра вот в этот момент когда она в принципе не нужна она нас подлечит да фиговенько а вот ядро теперь начала на нас концентрироваться я так плагаю что две руки то нам разбить не получится как мы бы этого не хотели ну но остается только получается ковырять эту руку и ждать когда мы ее до ковыряем до того чтобы она целебную эту штуку вызвала так ой вильхельм что-то не очень хороший навык громовые сферы на тебя 64 по отлично разбили руку и вот эта штука полезла ремонтировать и соответственно мы ее сейчас как фиганем но фиганули мы не очень крепко но хотя бы мы знаем что делать а ты друг от тебя все равно пользы нет поэтому давай-ка ты восстановление посадить юкандру посадим вот здесь юкандру который нас как когда-нибудь внезапно подлечит по моему три или четыре хода и требуется на это а ты поскольку ты полезен давай вот так вот громовые сферы ну их будет что-то затягивается на 149 он лечит свою руку то есть получается если руки 149 хп снять то мы должны быть в принципе в порядке сейчас посмотрим просто это ядро еще и сама лечится получается какая-то свистопляска ну ладно бьем так 25 всего а ты ну а чё нам остается только атаковать получать атакует но тоже не очень но единственный наш шанс это несчастный получается кристофер потому что он обладает магией молний так да юкандру мы конечно с вами будем долго ждать таким образом который нас должна подлечить типа и непонятно как от вот этого отвертеться потому что она на 30 опять подлечится после цикла очередного ладно крис ну да пока не лечимся надеемся на юкандру так ты да ничего не сделал так ну у криса потихоньку мана подходит какой-то точке когда ее совсем мало блин а есть разбили эту руку во ремонт так ну чё надо ой юкандра смотрите уже скоро блин сколько шкп у этой твари очень много видимо вот по ней бы синхро наше провести я думаю вот это была бы тема и сейчас очень тема юкандра окажется так навык громовые сферы на да никак не прибьется а и она опять лечится а это мы лечимся кайфуля кстати чё мы к одной руке то придрались а может левую руку отправить в прошлое что будет интересно она кажется недостроена так ну что я так полагаю что вот он когда может лучше пусть сажает юкандр потому что но она хотя и неконтролируемая так начало давайте в прошлом ее попробуем водяным пузырем фигануть что будет ничего жаль и хватку мы отбить не можем хотя бы хватает того кто наносит меньше всего урона просто это штукенция еще лечится и бой прям мне кажется затянулся затянулся конкретно так ты что блин я бы предпочел чтобы все как бы потихоньку разделяли урон они так что все прилетает в одного несчастного вильяма так но вот по левой руке по мы бьем гораздо лучше так хорошо а если мы теперь успеем громовую сферу вот сюда еще и разбить вот эту руку нет вряд ли мы это сделаем такое ощущение что левая рука гораздо слабее в любом случае мне так кажется нам потребуется синхро чтобы что-то сделать ну-ка да ну убьем чё да бьем слабенько но но у нас выборы и нет особо громовые сферы держи о-о да фу бой очень сильно был затянутым очень крис был изучен ускорение даже жалко я немного жалко это чудовище она не понимала что делает просто выполняла чьи-то приказы кстати об этом я рад что она нам больше не угрожает по крайней мере мы узнали что случилось с рабочими нужно вернуться в санклерити и рассказать софии что мы видели желательно без ведома энца машина оказалась здесь не случайно кто-то приказал ей напасть на людей да щекотливое дело в любом случае надо вернуться в закрытый город а мы можем из этой машины взять кусок робота а столько разговоров было про то что красные кристаллы безопасны этот робот охотятся на животных а чего они стали злее а пыль сделала их еще и сильнее на первый взгляд кажется что все стало только хуже да уж и зловещие зрелище успокойтесь вы будь кристальная пыль ядовито в санклерити давно бы никого не осталось так попробую вытащить батарею надеюсь сборщикам пыли ничего не угрожает они же все время с ней работают она точно не опасна но строго говоря да а вот существа которые ее поглощают явно опасны но машина на них больше не охотятся значит они перестанут нападать на людей надеюсь скоро все снова будет по-прежнему почему они так меняются из-за пыли я как-то читал одну теорию считается что любая магия проявляется из-за больших скоплений магических кристаллов в организме магические способности людей особенно сильные потому что мы на вершине пищевой цепочки красные кристаллы из животных и растений передаются нам откуда берутся кристаллы и почему они заряжены магией простите что вмешиваюсь то может нам лучше вернуться кадре да ты прав о батарея а отлично я бы что сделал давайте опять же подлечим сам раз два даже три и даже 4 а но и наверное обратно мы уже в этом эпизоде не успеем вернуться тем более помните мы с вами одну опциональную дорожку пропустили было бы здорово и и осмотреть в итоге а а здесь может смотрите можно использовать это в качестве моста а ладно ну я этот бой показывать не стал потому что ничего в нем интересного не было предмет защитные очки питера добавлены в сумку что это похоже на защитные очки невероятно гениальное умозаключение от нашего воина откуда они здесь делись это защитные очки питера что тут происходит давайте сами его спросим пойдем к нему домой поговорим когда появится возможность а у нас здесь теперь быстрый выход из локации есть я же правильно понимаю или нет знаете она не дальнейшие вот эти вот рандомные энкаунтеры до выхода из этого подземелья показывать не буду но потому что слишком уже много их и как-то не знаю не в тему пошли к выходу ну просто уже уже очень долгий эпизод вышел уж меня извините а с другой стороны чего обрывать на середине правильно отлично мы с вами смогли выйти и добраться по сути до города но и на этом давайте-ка с вами распрощаемся продолжим уже в следующий раз посему спасибо миша лебедева миша фамино андрею фиолетово евгению глеб вода хармса алексея смирного просто еду сергея кайна уроки борьба антона цару глебу сахарова братом за когда вы 45 русдарьи кравчук и white rabbit за то что те продолжают поддерживать канал но и всем вам спасибо что вместе со мной проходите игру а у меня пока на этом все всем удачи счастливо пока пока до встречи